ты себе нашел игрушку в общем с тебя 75 лир остановились мы возле этого алкомаркета всем привет сегодня у нас воскресенье а а зальки купил браслетик вот такой красивый да папа у нас молодец спасибо еще мы пошли гулять детей прогуливать хотим покушать мороженое сегодня воскресенье суббота у нас пролетела просто махом чем мы делали в субботу по магазинам ходили дети с папой мама мама дома убиралась а еще нам сегодня надо поехать купить закупиться хозяйственными товарами сейчас время 1130 и на улице 30 градусов тепла немножко поиграем здесь во дворе у нас вот во дворе есть такие детские детская игровая и баскетбольное поле вот ну и есть беседка камелия называется в турции она вот пока мы здесь посидим руслан пошел сейчас будет велик чинить недавно мы сломали велика зальки в общем пока чинили одну сломали другое вот сейчас вот колесико надо починить потом пойдем прогуляемся здесь у нас есть кафе где продают мороженое сегодня и воскресенье особо ничего не работает но мороженое обычно всегда открыто потом пойдем за хозяйственными товарами очень много всего нужно опять купить сейчас будем смотреть как руслан чинить велосипед ой цепь слетела также мы так и не починили короче цепь вот и такой же колесико с этой страны слетела не двигайся не двигайся не двигайся 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 что вот это что это что и так что делаем тут меняем колеса а ты оба будешь менять ну да чтоб одинаковые они в комплекте получается только так продаются до эх хочу не было белых белых не было это раз к этому еще не подходит железку тоже менять придется очень вот такие вот штуки стоит 200 лир из-за того что мы вот это одно колесико потеряли он будет красивый смотри блестящий какой серебристый даже ну ты чё смотри смотри ну смотри какой круче черный классно быстрее кататься будешь да везде нужно плюсы искать почему даже красивую мы купили детям велосипед на пятилетие в общем день рождения мы говорим что хотите у них велосипед на тот момент как бы на улице все на велосипеде катались и они тоже решили попросить у нас велосипед так-то они всегда на самокатах катались но в этот раз решили купить мы что-то новенькое для них если честно особо не катаются редко выходим вечерами гулять вот так вот и редко берем велосипеды но редко но метко взяли и сломали короче у меня тоже кстати был велосипед не электрический а обычный мы еще покупали в газе по шее этот велосипед ну мы брали с рук бушный и я особо на нем не катаюсь он короче здесь уже пролежал наверное сколько но все восемь месяцев пока мы здесь были мы просто детское сидение с него перекинули на электровелосипед рузаля старшего сына я обычно каталась на этом электровелосипеде вот а тут в общем я заметила мальчика который постоянно ходит по мусоркам я не знаю турок это или сириец короче не важно в общем если честно для меня это вообще не важно чей это как бы ребенок ребенок есть ребенок и он знаете он всегда вот даже когда по мусоркам ходит такой веселый такой весь такой вот радостный как будто вот помогает он папе он всегда такой прям вот он как будто хорошее дело делает и не отвлекается ни на что всегда такой веселый и вот этим у меня постоянно как бы привлекал свое внимание я всегда даже вот когда с окна смотрю мальчик ходит по мусоркам собирает веселый еще на розовом велосипеде и этот розовый велосипед ему был маленький я думаю блин как же помочь этому ребенку думаю наверное в магазин сходить что-то купить и у меня лично когда я его вижу то денег нету то короче я куда-то спешу думаю я как-нибудь его застану и вот на днях короче я выхожу он по мусоркам ходит я говорю а у меня деньги как раз есть в кармане я бы наличка у меня редко бывает наличка потому что я ее постоянно трачу вот а снять наличку нужно ехать далеко я короче вытащила ему деньги он такой там немного в принципе лир 50 наверно силой набирается я грудь возьми он такой о ю как будто бы знаете вот то ли турок то ли чё но разговор такой вот типа ой типа харам харам что-то такое короче не возьму и сразу такое отворачивается и своим делом дальше занимается короче я говорю совершенно давай грудь по-турецки я ему говорю юмурта юмурта саты ну типа аллы и урон типа куплю им тебе говорю этим яйца говорю в магазине сейчас хожу и дам говорю он такой о харам харам сам по сути да вот ходит по мусоркам но вот так его приучили что харам и такой отворачивается дальше короче я так облил между велосипед лежит просто так по сути без дела я на нем не катаюсь я все равно хочу себе электро велосипед купить да я думаю допись скажу а вдруг захочет как бы потому что велик маленький его свой он уже такой как бы побольше лет наверное 9 10 на велике ездить примерно вот чуть больше вот это вот еще и розовый как бы до девчачий велик видать где-то нашли ягуру бисеклет но велосипед по-турецки бисеклет бисеклет кирят типа нужен велосипед и у дуку на меня оборачивается глаза загорелись типа такой вот так кивает короче я груща с гора вытащу он такой я сейчас горит за папой схожу по-турецки баба арта на гидеором типа сейчас сейчас типа короче и побежал такой я короче велик вынесла здесь вот на где стоят мусорки значит вынесла мне нужно в магазин ну я как раз вот яйца хотела купить ему да как бы заодно сходить магазин но мне и так нужны были продукты купить но так как он говорит ясак я типа не возьму яйца я уж не стала мучу покупать просто оставил велосипед старый ясак нельзя типа харам там вот вот как-то так он короче выражался я поехала короче в магазин за продуктами и смотрю выхожу с магазина стоят короче с отцом с отцом стоят возле мусорки и возле вот этого велосипеда короче и ждут меня значит я на электро велосипеде подъезжаю и короче отец его такое это типа кому я куритов вам это ребенку я гу ребенок такой говорю типа красивый говорю такой гор хороший грудь ну молодец гру ребенок говорю я говорю хочу ему помочь короче я грунт ну я и так всем видом показала мне неважно как бы какой вы там социальный социального статус то есть мне неважно я говорю ребенку хочу помочь он такой там типа ну короче на своем языке там типа спасибо огромное мы бедные без факир без факир вот так вот я говорю типа я говорю чок гузяль типа чуджук типа я хочу ему отдать короче не но не стала короче долго я стоять там он что-то рассказывал конечно я ничего особо не поняла иди папе скажи и поэтому как бы я такая думаю в общем я ухожу короче я говорю самое главное вот честно да для меня было то что ребенок принял этот подарок с радостью то есть главное что я порадовала его и даже вот когда мы с моря ехали обратно с рузалем короче мы ходили на море я смотрю он уже на этом велосипеде на моем вот этом вот бывшем фиолетовом велосипеде едет такой довольный по мусоркам опять собирает себе ну я не знаю что они там собирают очень в общем я была очень рада помочь тем что могла помочь то есть вот что у меня просто лежала просто так да без дела как бы да я лучше как бы порадовала ребенка вот хотелось поделиться с вами вот этим короче надеюсь эти колесики подойдут будут нормально ездить ну конечно по цвету да неужели не было других не было я спрошу уже в два магазина ездили ну ладно ничего страшного скоро нам надо будет их уже приучать на двух колесах кататься тоже надо будет убирать один одну сторону потом вторую уже дадите хотите на двух колесах только научиться кататься а залька всегда за алмаз всегда предусмотрительно я да а масс тоже всегда да а масс тоже всегда за что почти готова он там вот алмазовский велосипед вот эта фирма геронии хорошая мы выбирали долго смотрели разные этот мы заказали на трендиоле тот мы купили прямо в магазине тот прям примеряли очень долго и по цвету там розового не было поэтому мы взяли здесь в трендиоле примерно за такой же стоимость если честно да вот всем советую лучше в магазине покупать потому что прям прям от отредактировали отремонтировали при нас ну то есть подкрутили а этот пришел как бы нам самим там надо было там что-то прикрутить и в общем вот этим у нас с момента покупки проблемы одни вот честно а вот с тем вообще не видим проблем тот лучше ходит ездить этот немножко похуже ездит вот честно да берите детям если будете брать вот это фирмы герония она недорогая не дешевая но качественная но лучше в магазине брать позже папа закончил азалия давай примеряй сейчас колесики только надо убрать азамас убери вот эти колесики пожалуйста пакет а азаля иди примере но давай вау как хорошо ездит супер Все равно, да, тяжело ездит к азальке? Прокручивает, что ли? Назад не делай азалии, а то опять цепь слетит. Смотрите, инжир прям вовсю растет, круто! Наверное, сегодня купим инжир. Назад не крутил, мам. В общем, идем вдоль поля такого. Здесь вот раньше абрикосы были. Их когда в июне, что ли, собрали. Прямо уже зелеными собрали, видать, куда-то отправлять. В июне же, да, собрали, не помнишь? Да, вообще быстро собрали. Вообще, как бы абрикосы здесь очень сильно много растут, росли. И абрикосы здесь не такие, как мы обычно в России привыкли покупать, маленькие какие-то. Но они здесь, короче, ароматные. Сладкие-сладкие, ароматные и покрупнее. И такой вот цвет имеют желтовато-персиковый даже. Вот. Остановились мы возле этого алкомаркета. Сейчас купим квас. Ну что, как вам на велосипедах? И с квасом выходит папа. Машин нету, въезжаем. Смотри, смотри. Вот здесь, когда по дорожке идёшь, легко встретить русскоговорящих. Даже у алкомаркета сидел русскоговорящий. Прям русская речь сразу слышна. Осторожней, собака. А вот мы и дошли до Дондурма лавки. Сейчас будем есть мороженое вместе с собачкой. Да, собака отдыхает. Ой, ещё одна? Ничего себе. Я буду белую, да, остальные с красителями. А я... Разговаривает уже по-турецки. Так, мави же, он же этот, с красителями, алмаз. А, краситель. Будешь голубой? Буду. Два шарика делают. Чоколада, чоколада, чоколада. Манда истюм, манда истюм. Сейчас, подожди, подожди. Сначала алмазу. Я же, а ты тоже с тобой исключишь? Алмаз, бери. Алмаз. Ты шокурляр, надо сказать. Манда истюм. Сенни истюм. Да. Ай, не сэр. Такой же? Да. С голубым? Да. Так, а платить? Платить. Наш кошелек где? Попысил. Так, цена 12,50 было, 15 лив стало. В общем, шоколад бесплатный. Обычно всегда макают. Вот так вот. Банна, биас, моя чоколада. Биас и чоколад. Я буду белый с шоколадом. И всё. В общем, с тебя 75 лир. Вот такая вот вкуснятика. Тут продаётся. Ты шоколадный. Ну что, вкусно? Да. Да. Только я попала белую и синюю. И шоколадный. А у меня белая с шоколадом. А плю сюда, вот тут вот смотрю, у меня. Капля и капля. Вася-то она срёстная. Вкусно? О, папа квас. Папа у нас не любит мороженое. сами турки приезжают покушать мороженое взрослые ладно ты сама испачкалась куши давай спокойно собачкам жарко нам тетя гульназапа это сестра руслана денежку перевела говорит давайте покупайте игрушки деткам давайте выбирайте как раз мы рядом с дон дурма здесь у нас есть еще и магазин игрушек так что мы прямо рядышком сидим нам тут денюжка прилетела так мы сразу и идем покупать что смотри что тут есть ваш будок давай выбирай это не духи это лак наверное скорее всего я конечно не хотела бы лак покупать этот для ногтей я бы конечно не очень хотела бы лак покупать ну-ка открой смотрим зрителями что нет нет это не лак это помада ну чё себе выбирай что ты хочешь для себя это тоже помада хочешь такую или это не помада сушите или это вообще-то стерка слышите это вообще стерка же в виде помады и это тоже стерка это все стерка это этот ластик козом ты же называешь ластиком вот это вот это есть хочешь бери такой купить золотой что ли потом синий есть амаз а там синие если такой это антистресс первый раз видишь может тебя тоже возьмешь нет на работе сидеть еще посмотрите что он игрушки алмаз ты же недавно потерял машинку посмотри вот здесь вот машинку а мы вчера купили машинку что два купить два зачем тебе два хочу так тут вроде нету больше да это же есть ой смотри а залежи попить хотела азалия смотри что нашла я попить нашла ты же попить хотела как единорожка попить да она еще единорожку любит алма смотри что нашел попит и который сам может крутить покажите мы до этого покупали он в садике оставил ему не вернули как думали там детский праздник и это возьми это возьми 2 выльна запада короче уже говорит нет это стерка вот реально стерка я тоже так думала я сначала думал очень лак а ты папе вот так силой убери короче уже не хотят попит уже не хотят spinner в общем пусть сами выбирает я предлагаю вообще отойти в сторонку и постоять пусть они сами все сначала рассмотрят что есть книжки давайте выбирайте уже и сторону дома пойдем арабча по английскому вот тебе дарю ты же английский хотел изучить пожалуйста еще вот вот там ночью что берите ладно я помню у меня тоже в детстве такая была у тебя было такое у тебя в детстве не было до алмаз но значит надо купить а я знаешь как играла по ступенькам вот так вот на ступеньки ставишь и она вот так переваливается так классно потом покажу поставь как вы купите уронить уроне только давайте без криков пожалуйста ложим у это надолго смотрите какие куклы гульназапа же хотела куклу азалии азалия здесь кукла есть смотри синяя какая красивая хорошо с удовольствием не хочешь куклы алмаз хорошо давай выбирайте и уходим цены смотрите какая здесь кукла есть 499 это сколько стоит 369 лир это дороговато стоит это уже это уже в бюджет не входим это уже знаете сколько сейчас скажу тысячи чем-то уже стоит у нас по 1000 рублей каждому спасибо что сказал действительно очень мы попозже подключимся и я вам покажу что они выбрали потому что это на долго похоже кстати я давно хочу себе копилку и я хочу вот наподобие у них копилки все вот такие вот они в принципе недорого стоят но я короче давно хочу что-то такое прям то что у нас вечно очень много денег мелочи смотрите биткоин иди-ка сюда помоги мне что это такое что за материал металл как называется металл тонкий металл тонкий металл да не хочешь копилку такой домой я давно хочу копилку смотри в форме карты есть копилка тюркия тут даже видно тебе не надо мне надо только они все некрасивые здесь я хочу какой-нибудь не знаю покрасивее в общем пользуюсь случаем что нашла что-то хорошо вот такие вот бутылочки возьму садик где прикольно все ты выбрала выбирай давай быстрее мы уже здесь наверное полчаса торчим короче вот такие вот бутылочки здесь продаются хорошие для воды мы вечно для воды бутылочки роняем и они ломаются смотрите здесь 49 лир я один день искала везде ходила и вот в киртесие они не дешевые здесь вот такие недорогие и пластмассовые пластмасса такая которая не не сильно ломается но как бы если сильно ее прям выкинуть конечно не такая хрупкая да вот такие вот за 50 лир здесь есть это недалеко от где мороженое продают кому надо вот возьму короче я алмазу и азалии ты себе нашел игрушку а зачем азалия то не уже есть бутылочка а потому что и она сломается стопудово так низ не бывает железный она тоже сломается вот такая вот еще и стоит 450 лир они вообще дорогие смотри двести шестьдесят девять лир смотри какие они дорогие двести девяносто девять лир блин одна бутылочка считаю вот это вот тысяча рублей куда уж это 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 наверное не детская все-таки это более взрослый так все мы уходим ничего значит не покупаем да что это это же для ключей это даже не игрушка алмаз вот короче лучше что-то одно показать когда игрушек много они не могут ничего себе выбрать азалия выбрала себе попит мячик и вот эту штуку алмаз это ты берешь вот же еще твою ты это себе берешь да тоже желтый короче выбрали швомбуром и вот это да но я не единорожка не единорожка а башка тарлеварма ангисе только это алмаз только такая такой же спиннер не берешь да вот это же мужское мальчиковое и тем более для твоих ручек прям под подойдет а марш когда для девочек ну вот а маски от и 3 выбрал как раз ну примерно так же и выходит сколько вам перекинули давайте дети все закругляемся берем азалии алмаз довольны все пошлите тогда а это что он она сломалась уже зачем тебе это надо здесь есть скидка 10 процентов кто берет на более 1500 лир ну ладно пусть берут эти будут заниматься дома в англоросе сейчас покажу как мы играли дай мне сюда всем сейчас покажу как мы как мы как мы в детстве играли ну хоть разок смотри надо короче несколько дает маленький а а а а а а кстати они еще у нас выпросили вот это мы купили где мне показали а вот такие вот вещи ладно домой дома будет играть слайм слайм называется даже знают как название этой штуки давай давай смотри смотри давай покажу вот вот чтобы вот так вот делать тесто месить ладно все у тебя руки грязные пока уличные дома поиграют дома поиграть короче пришли домой сейчас быстренько пообедаем я готовлю курицу карри и макароны и потом пойдем за хозяйственными товарами я сходила в душ на улице прям душно и первым делом что хотела сделать это вот сходить прям в холодный душ после улицы на улице даже не настолько жарит солнце насколько влажность сильная как будто бы в общем поджариваю курочку сначала я немножко чесночка поджарила в маслице убрала чеснок сейчас я его выкину чтобы он прям как сказать мы не любим чеснок я его убираю всегда чисто для вкуса добавляю сейчас поджариваю прям на очень сильном огне курочку не солю потому что у меня будет соус сейчас покажу вот здесь вот я приготовила соус сюда добавила мед соевый соус немножко гранатового соуса потом я добавила сюда приправку карри потом добавила еще имбиря сушеного вот и добавила немножко уксуса яблочного и сейчас вот это вот отправлю когда вот это поджариться вроде как большой огонь почему-то у меня он прям не поджаривается хочу горячая поджарить хочу именно вот чтобы до красной корочки было потом уже добавить вот этот соус ну и получится вкусно я еще кстати кунжутные семечки не белые а черные я добавляю потому что черные кунжутные семечки это настоящие а белые вот это уже как бы обработанные кунжутные семечки считаются здесь такие кунжутные семечки продаются вот в такой вот упаковке гирик вот он называется вот смотрите ну недорого стоит и когда курочка становится вот такой более-менее поджаристой обязательно уменьшить надо газ и уже так и когда немножко соус загустеет можно добавить кунжутные семечки вот такой вот соус получается вкусный не шли эти кунжутные семечки вот они реально прям в тему они прям идеально сочетаются вот такой вот вот такая курица карри у нас получается ну а здесь у нас макарошки готовятся друзья мою от гриля вот эту вот штуку вот и два-три месяца назад покупала из атомии гель для мытья посуды сюда я его переливаю то есть ферри я раньше пользовалась сейчас уже не пользуюсь его при переливаешь 70 миллилитров и добавляешь воды вот и она хватает очень надолго этого средства я два-три месяца назад покупала у меня здесь в турции всегда была проблема каким средством мыть потому что вот это вот средство для мытья посуды оно не отмывается и вот так вот я переливаю добавляю воды немножко и хватает надолго и литр воды добавляете ну я вот всегда в этой посуде держу это средство добавляю воды размешиваю и это мне хватает очень надолго вот такая вот бутылка не помню рублей 700 стоит в атоме и хватает очень надолго зато им можно пользоваться и мыть фрукты и овощи и детские бутылки можно то есть оно вообще классное и отмывает вот такие вот жирные вещи смотрите чисто-чисто и после нее не остается вообще вот средства на посуде поэтому классная вещь очень советую хватает очень надолго здесь его литр вот самое главное знаете какой эффект мне нравится что вот посуда прям скрипит то есть она не скользкая как будто бы да что-то там осталось на ней а она прям вот чистая-чистая прям даже не скользит то есть она такая прям короче средства не остается поэтому мне нравится очень вот ататами вот это вот для мытья посуды так ну что приехали мы в салы-пазары сейчас идем смотреть хозяйственные товары так здесь несколько этажей так и что нам в первую очередь надо что-то нам надо ну короче дофига вещей надо друзья у вас бывает такое то что вы вроде что-то пошли покупать и забыли что надо у меня всегда так а вот это ничего хорошая железная ну да нормальная нет надо что-то поудобнее так нам нужна друзья швабра смотри вот такая это что это этот как знаешь вот в деревне бабушки пыль пыль муху убивать вот так нет это короче так сугла паутинка так убирает ничего себе ну короче это не то а смотри вот для швабры вот такая вещь да есть типа ну да ну да вот они продаются отдельно палку а тряпка для нее а тряпки вот здесь я только понимаю это ну нет а а а я лично все вот эти вот эти тряпки нет это не они в общем здесь что-то ничего такого нету да как нету вот тут прям куча а это что это не то и это не то где куча короче главное что нам нужно главное зачем мы приехали это нужна нам швабра вот у нас уже дома старая постарела прошлая швабра стала негодной а вот они ну это стремно она не такая должна да вот вот ну-ка попробуем примерить это вот для этого вот вот для этого скорее всего ну-ка попробуй для большой подойдет не подойдет ну да блин с трудом конечно ну если с трудом влазит значит она наверное неудобная будет да так вот такую нашли короче 70 лир стоит основание тряпка сколько стоит тряпочка 60 где-то да 60 лир и теперь еще палочку нам нужно отдельно купить еще есть вот такие вот смотрите 230 стоит вот сюда вот наливаете водичку и оно похоже вот сюда вот как-то льется вот что-то палку мы не можем найти еще все такие вот слушай эти короче нет эти какие-то как будто неудобные вот здесь вот надо тряпку короче вот смотри вот здесь вот тряпку надо вставлять как-то видишь ну каждый раз это не очень удобно мне кажется сколько стоит 185 лир да нам нужно просто вот для этого наверное у нас по-моему такая была какая какая ну это вот для окон а это для окон а а это серьезно для окон пластик штатик моп ну да и для окон было бы неплохо ты вот это имеешь ввиду для окон нет нет вот слушай для окон было бы вообще супер короче попросили женщину одну а нам сейчас покажут где эти палочки смотрите здесь сколько таких всяких палочек так смотрите разных цветов какой цвет возьмем ну если это зеленый давай зеленый а здесь красный вообще красный возьмем тогда есть красный нет вот такой есть о это железный что ли до этого еще железный нет железный нам не надо такой вот почему железный не надо наоборот для нашей семьи все надо железное покупать не ломалась вопрос только о другом она здесь прикручивается не прикручивается не то короче надо что-то другое ну типа 50 лир стоит в общем 50 70 и 60 короче я еще покажу при выходе сколько в общем так а теперь нам нужны ведра но у них ведра вечно вот такие вот какие-то двойные вот здесь вот есть все равно с этой штукой короче скрутящийся у них короче не бывает что ли ведер как вот вот опять круглая эта штука ну вот эту круглую штуку берешь и выкидываешь к чертям собачьим и все почему у них нет круглых ведерок нормальных вот они все какие-то вот эти вот даже воду когда наливаешь вода прям выливается с одного края странно короче ну ладно что о стри отсюда что-то товар кидают о таркан поэт а еще нам нужна посуда ну нам нужно докупить тарелки которые мы разбили мы постоянно разбиваем тарелки вот такие вот корзинки есть тут по 200 по 300 для белья у нас вот сломано одно надо будет купить тоже так ведерко мы не знаем короче смотрите здесь ведерко за 300 лир есть за 400 а там вообще 55 лир ведерки разные цены разные но у нас дома в принципе оно вот такое же ну короче дома придем посмотрим если неудобно будет позже купим да ведь ведерко пошли наверх ведра тарелки тарелки снова посуда и не знаю есть ли такие тарелки как у нас потому что чашек мы таких не нашли вот а нет есть смотри они похоже очень такие распространенные видишь это же как наши нам вот нравится вот такой вот золотистый как их назвать каемочки и вот тарелки именно такие мы поразбивали для супа которые а еще чуть-чуть покруче почему покруче ну это немного другие другой здесь немного рисунок немного вот нам нужно именно такие взять поштучно продаются интересно они здесь почему-то написано 425 вот смотри видишь разницу нет ну как не видишь здесь есть полоски какие дополнительные а здесь нету вот у нас такие примерно вот здесь видишь такие полоски ааа да а типа типа нету это круче нет типа нету это как у нас а что тут здесь 425 написано что такое ну неужели нет поштучно ааа 6 по 6 продаются а давай спросим можно ли купить по не по 6 потому что по 6 нам не надо в смысле если 6 425 значит одна сколько смотри маленькие есть смотри поменьше есть куда куда не туда же разве там где здесь табак 425 на 6 если разделить так это вообще сколько будет 85 дорогие что очень дорогие да ну все время по 40 покупали да потом 50 было сейчас спрошу какой есть комплект вообще 2250 ну мне вот такие тарелки как прямые какие-то не нравятся короче 75 лир говорит стоит отдельно ну вот это которое мы посмотрели говорит можете сколько угодно брать а нам еще смотри вот такие надо несколько потому что мы и такие тоже разбили вот такие две давай возьмем и вот выбери какие тебе больше понравились потому что я не поняла вот по этим узорам тоже две штуки возьми все а плоские у нас есть в принципе у нас вот таких еще нет смотри ну я не знаю они вообще нам нужны не нужны они конечно вот турки любят вот сюда вот бобы ложить дополнительно как бы ну и подавать вот ну а мы как бы не привыкли бобы отдельно как-то ложить мы если накладываем в одну тарелку все накладываем вот я конечно еще себе для простых рецептов хотела бы что-то такое красивое приобрести так смотрите 4 тарелки вышло у нас за 300 лир и получается что швабра 60 плюс 70 плюс 30 на 160 лир общая стоимость получилось 460 лир за посуду и за швабру и друзья заходим в а 101 как всегда наш излюбленный магазин так хлеб у нас есть дома мы покупали нам нужны хозяйственные товары там смотрели короче 50 лир стоило этот для туалетов сейчас интересно здесь посмотрим сколько стоит смотри якобс сколько дорого так вот здесь дешевле хорошо что мы там не купили там 50 а здесь 38 а подожди это не доместос вот доместос но здесь вот 39 есть другой но я там вот этот смотрела 50 было прикинь да реально вот в таких магазинах сетевых дешевле даже чем салы позали так и нам еще нужны бумажные полотенца там они стоили 85 а здесь а здесь вот же хавлу 65 вот это и возьмем однозначно здесь дешевле вот 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 такой возьми за 65 лир и к котлу еще написано 6 рулон там 85 было возьми вот этот а что еще нам надо было я уже опять забыла к чаю что-то слушай курица давай возьмем курицу за 79 смотри 85 стоило сейчас 79 ну конечно ты меня спрашиваешь нет просто надо взять у меня руки заняты я поэтому тебе как бы я указание даю так лук стоит 9 лир купили еще конфеты лук и помидоры здесь хорошие смотри по 29 лир так короче 374 лиры получилось у нас в этом а 101 ну что друзья у нас уже вечер сидим на улице 24 градуса полдесятого вечера уже ну и самый главный вопрос мужу понравилось швабра новая да швабра ничего тема этого ролика наверное будет про швабру наверное даже название как-нибудь так придумаем а вот и на этом все скажи да на улице очень хорошо сейчас сидеть температура прям идеальная такое ощущение что вот как наше лето российское настало всем желаю счастья радости и мирного неба над головой это самое главное сейчас всем пока 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 но и и и и и Продолжение следует...